Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор инков от компании «Тик Милос» и я, Артур Идиатурин. Настроения в экономике еврозоны ухудшились в октябре второй месяц подряд, показали данные в среду, так как пессимизм в производстве перекинулся на сферу услуг и потребителей. В принципе, то же самое произошло и в США, и это стало, естественно, плохим знаком в перспективах роста блока, еще более плохим, чем был изолированный пессимизм в производстве. Европейская комиссия сообщила в среду, что основной индикатор экономических настроений в блоке, который насчитывает 19 стран, снизился со 101,7 пункта до 100,8 пункта в октябре. В августе данный показатель составлял 103,1 пункта. Это снижение оказалось сильнее, чем ожидал рынок, а рынок ожидал 101,1 пункт и таким образом довело показатель до минимума с января 2015 года, когда количественное смягчение ЕЦБ было в разгаре. На представленном графике видно, что с начала 2017 года экономическое строение ухудшается, причем ухудшается достаточно сильным темпом, что, конечно же, есть очень плохой знак для еврозоны, для ЕЦБ, так это указывает, что, в принципе, экономика является достаточно несамостоятельной и сильно зависит от мер стимулирования, от монетарных мер стимулирования. Уровень пессимизма превысил долгосрочное среднее, в первую очередь за счет слабых перспектив экспорта, который ощущает явное давление торговых войн. В октябре уныне охватило эсперу СУ, как я уже сказал, который имеет намного большие размеры, чем производственный сектор, она охватывает две трети экономики еврозоны. Следующими на очереди подтвердить кризисные явления будут такие показатели, как безработица и потребительский оптимизм. То есть отсюда можно сделать вывод, что следующий удар произойдет конкретно по потреблению и будет отслеживаться, будет виден именно в потребительских метриках. Сейчас растет убежденность, что масштабное количественное смягчение оказалось не более чем симптоматическим лечением, так как экономика так и не обрела желанной самостоятельности роста. Ухудшение настроения должно отразиться и на потенциальном объеме фискального стимулирования, которое готовят европейские власти. И этот объем, вероятно, будет пересмотрен в большую сторону. Рост выпуска еврозоны в третьем квартале ожидается всего на уровне на целых 0,1%, по сравнению с на целых 2,1% во втором квартале. Европейское статистическое агентство Евростат упубликует официальный прогноз роста в четверг. Настроения в сфере услуг, на которую приходится 2,3% экономики еврозоны, были позитивными. В сентябре, несмотря на общий пессимизм, однако уровень оптимизма снизился в октябре до 9 пунктов против 9,5 пунктов в сентябре. Беспокойство среди потребителей относительно темпов роста доходов и определенности в перспективах занятости привело к сокращению покупок, что не могло не отразиться на ритейле. В нем произошло падение индекса до негативного значения впервые с 2015 года. Согласно отчету, потребители ожидают ускорения розничных цен в октябре и в ноябре, что частично, с одной стороны, объясняют ухудшение настроений и также являются позитивным сигналом для ИЦБ, которые пытаются запустить инфляционные ожидания. Однако со стороны предложения, то есть со стороны производителей, инфляционные ожидания пока остаются подавлены, прежде всего за счет слабого экспорта, слабых экспортных перспектив. В отдельном релизе комиссия сообщила, что индикатор радиового климата, который отражает, в каком положении, где сейчас находится экономика евразума в общем экономическом цикле, он вырос с 0,23 пункта до 0,19 пункта, вопреки прогнозу, в минус 0,24 пункта. На сегодня у меня все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся сами в пятницу.